— Что за черт? — подумал он, вставая, опять принимаясь, ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой. — Да что же это такое со мной? И что в ней особенного? Что, собственно, случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар. И главное, как же я проведу теперь без нее целый день в этом захолустье? — Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями, помнил запах ее загара и холостенкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса. Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем, необыкновенно. Но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство, то странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог. Затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать ей теперь. А главное, — подумал он, — ведь и никогда уже не скажешь. И что делать, как прожить этот бесконечный день с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой в этом богом забытом городишке, над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход? Нужно было спасаться, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня шпорами по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд. Да, но куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой поддевке, и спокойно курил цигарку. Поручик взглянул на него, растерянный, с изумлением. Как-то можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным. Вероятно, только я один, так страшно несчастен во всем этом городе, — подумал он, направляясь к базару. Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телек, среди вазов с огурцами, среди новых мисок и горшков. И бабы, сидевшие на земле, наперебой, зазывали его, брали горшки в руки и стучались, звенели в них пальцами, показывая их добротность. Мужики оглушали его, кричали ему, — вот первый сорт огурчики, ваше благородие! Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга. Потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрыве горы, на днеоглядной, светло-стальной шире реки. Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. А колыш картуза был внутри мокрый от пота, лицо пылало. Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом, заказал ботвинью со льдом. Все было хорошо, во всем было безмерное счастье, Великая радость, даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она. Это радость. А вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом, и чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее, провести с ней еще один нынешний день, провести только за тем, только за тем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее. Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал зачем, но это было необходимее жизни. Совсем разгулялись нервы, сказал он, наливая пятую рюмку водки. Он отодвинул от себя Ботвиню, спросил черного кофе, и стал курить и напряженно думать, что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви. Но избавиться, он это чувствовал слишком живо, было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, связал карту с эстекой, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в голове фразой и телеграммой. Отныне вся моя жизнь, навеки до гроба, ваша в вашей власти. Но дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился. Он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но не знал ни фамилии, ни имени ее. Он несколько раз спрашивал ее об этом, вчера за обедом в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила, «А зачем вам нужно знать, кто я и как меня зовут?» На углу возле почты была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в густых ипалетах, с выпуклыми глазами, с низким лбом, с поразительно великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами. Как дико, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено. Да, поражено. Он теперь понимал это этим страшным солнечным ударом, слишком большой любовью, слишком большим счастьем. Он взглянул на чету новобрачных, молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвенечном газе, перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе на бекрень. Потом, томясь мутительной завистью ко всем этим неизвестным ему, нестрадающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы. Куда идти? Что делать? Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души. Белая густая пыль лежала на мостовой. Все это слепило. Все было залито жарким, пламенным, радостным, но здесь, как будто бесцельным солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в безоблачный, сероватый, с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь, Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик, с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, сцепляясь шпорой за шпору, зашагал назад. Он вернулся в гостиницу, настолько разбитый усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее. Только одна шпилька, забытая ей, лежала на ночном столике. Он снял китель и взглянул на себя в зеркало. Лицо его, обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесыми, выгоревшими от солнца усами, голубоватый белизной глаз, от загара, казавшихся еще белее, имело теперь возбужденное, сумасшедшее выражение. А в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать на спину, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от времени до времени надувал их, веял в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного и совершенно теперь опустевшего безмолвного волжского мира. Он лежал, подложив руки под затылок и пристально глядел перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы. И, наконец, заснул. А когда снова открыл глаза, за занавесками уже красновато желтело вечернее солнце. Ветер стих, в номере было душно и сухо, как в духовой печи. И вчерашний день, и нынешнее утро вспомнилось, так точно они были десять лет тому назад. Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар и счет. Долго пил чай с лимоном. Потом приказал привезти извозчика, вынести вещи и, садясь в пролетку, на ее рыжие, выгоревшие сиденье, дал лакею целых пять рублей. — А, похоже, ваше благородие, это я вас привез ночью, — весело сказал извозчик, берясь за вожжи. Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода. — Вакурат доставил, сказал извозчик, заискивающее. Поручик и ему дал пять рублей, взял билет, прошел на пристань. Так же, как вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами, потом летящий конец, шум закипевший и побежавший вперед в воды под колесами несколько назад подавшегося парохода. И необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней. Через минуту побежали дальше, вверх, туда же, куда унесло и ее давече утром. Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под ней, под этой зарей. И плыли, и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok